Добрый вечер, в Украине 20.00, в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. 72-я годовщина депортации крымских татар. Как трагедию вспоминает Украина и мир. Достойная смена. Коллега бриллиантового прокурора по кабинету покорел на миллионах тонн сахара. Лесной геноцид. Зачем в Европе требуют усилить вырубку украинских лесов на экспорт? Своих не сдают. Россия дала официальный ответ на запрос об экстрадиции беглого экс-президента Януковича. Королевское слово. Что Елизавета II сказала об Украине на открытии сессии британского парламента? Достойная смена. В кампанию к бриллиантовым прокурорам попал прокурор Сахарный. Национальное антикоррупционное бюро задержало заместителя прокурора Киевской области. Произошло это сегодня прямо на рабочем месте в кабинете, который раньше принадлежал бриллиантовому Александру Корнейцу. Фигуранта нового дела в НАБУ пока не называют. В интернет-СМИ пишут, что это якобы Александр Колесник. На данную минуту известно, что речь идет о попытке хищения Сахара со склада в госучреждении Аграрный фонд в Черкасской области на сумму более 300 миллионов гривен. По данным следствия, Сахар перевели из госсобственности в частную. Сейчас детективы готовят документы в суд для избрания подозреваемого мероприятия. А в прокуратуре Киевской области комментариев, к сожалению, не дают. Было установлено, что протягом червня-грудня минулого року, внаслідок незаконных процессуальных действий, данным прокурором было вынесено ряд процессуальных решений незаконных, согласно с которыми Цукор было выведено из данной бюджетной установки и из государственной властности, и передано в властность приватных структур. У нас коррупционные схемы достаточно редко замыкаются на одни особи, через это продолжают обшуки, продолжают следственные действия. Сам же прокурор Корнеец сегодня не явился в суд, был только его бриллиантовый коллега Владимир Шапакин. Как прошло заседание и что внезапно потребовали отсюда адвокаты отсутствующего обвиняемого? Со всеми подробностями Егор Логинов. Причину отсутствия Александра Корнееца объяснил его адвокат. По словам Артема Федосина, сейчас его подопечный проходит стационарное лечение в Киевской больнице скорой помощи, восстанавливается после недавнего избиения неизвестными. И врачи, по словам защитника, считают, что Корнеец еще недостаточно здоров для судебного заседания. Однако документов, подтверждающих, что тот действительно находится в больнице, у адвоката не оказалось. На разе уже краще струс мозгу и закрыта червеновая травма. Заявление о нападении Корнеец подал в Шевченковское отделение полиции 13 мая. Впрочем, выяснилось, что в тот же день в этом райотделе зарегистрировали заявление против самого Корнееца. Далее адвокаты Корнеца попросили судей взять под охрану их подопечного и его дом. Мол, из-за нападения и угроз в соцсетях обвиняемый опасается за свое здоровье. К тому же, как утверждает защита, он якобы видел одного из напавших на него возле Голосеевского суда перед одним из заседаний. Обвинение оставило этот вопрос на рассмотрение судей. И вот, что они решили. Суд длился около двух часов. Все это время обсуждали только Корнеца. До Шапакина, присутствовавшего в зале, очередь не дошла. Следующее заседание по делу бриллиантовых прокуроров состоится 1 июня. Егор Логинов, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. И еще новости от НАБУ. 150 миллионов долларов Арбузова пытались вывести из-под ареста. Это часть полуторамиллиардной суммы, которая заблокирована на одной из фирм подконтрольных беглому чиновнику. По словам председателя НАБУ, в приемной одного из нардепов детективы антикоррупционного бюро нашли документы, по которым планировали вернуть деньги вице-премьеру времен Януковича. Артем Сытник также призвал судей, которые получат заявление о выводе этих средств из-под ареста, не принимать решение, которое закончится уголовным преследованием. Тем временем Россия официально отказала Украине в экстрадиции беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил начальник управления спецрасследований генпрокуратуры Сергей Горбатюк. Он отметил, что Янукович в семи уголовных производствах проходит как подозреваемый и предположил, что ряд из них суд рассмотрит заочно. Также Горбатюк уверен в том, что решение о закрытии дела о поиске ценностей, которые исчезли из Межигория, среди них, кстати, злосчастный золотой батон, будет отменено. И сегодня в ГПУ также опровергли заявление адвокатов Януковича о том, что он может свободно передвигаться по миру. Интерпол надав дозвіл на здействие международного розшуку о одной криминальной справе. Это за подозреваемой в причемности до распространения денег, выделенных на создание телекоммуникационной мережи. За это проведение он был в международном розшуке и перебивает. Из баз данных Интерпола он не выдален. На мою думку, что хай спробует выехать, я думаю, что он будет затриман. Еще одного соратника Януковича, экс-премьера Николая Азарова, теперь подозревают еще и в незаконной продаже двух стратегических бомбардировщиков. Об этом заявил глава военной прокуратуры Анатолий Матиос. По его словам, технику продали по заниженной цене за 2 миллиона гривен. Но реальную ее стоимость он так и не назвал. Установить ее сейчас невозможно, по его словам. Кроме Азарова, в принятии преступных решений подозревается также бывший министр обороны Михаил Ежель. В стрельбах в центре Ужгорода депутат местного гурсовета ранил из травматического пистолета помощника своего коллеги. Конфликт произошел на стройплощадке в старинном здании когда-то известного ресторана под названием «Корона», где сейчас проходит ремонт, якобы из-за разрешительных документов на строительство. Во время ссоры депутат выстрелил в ногу активисту, который, собственно, и оказался помощником нардепа. В полиции возбудили уголовное дело, но пока никого не задержали. Все особи участников инцидента установлены. Брое, с которой действовались пострелы, то есть травматический пистолет, официально зарегистрировано. За данным фактом, распечатано криминальное проведение. За частью четвертой статьи 296 Криминального кодекса Украины, хулиганство, вклинутое и застосование вогнепальной або холодной брои. Запретный лес. Несмотря на мораторий, на экспорт кругляка через закарпатскую таможню снова пытаются протащить сотни вагонов ценной древесины. Но на этот раз состав заплакировали не активисты, а таможенники. Как они объясняют свой отказ в оформлении груза, расскажут наши корреспонденты. Около сотни вагонов с древесиной стоят у границы со Словакией и Венгрией, в Чопе и Мукачеве. Лес должен выехать в Европу, но закарпатская таможня не выпускает. Предприниматели утверждают в вагонах древесины низкого качества, дрова, которые разрешены к вывозу за границу. Наших вагонов стоит уже 28 штук. Это очередной состав, который нам не хотели принимать к таможенным операциям, не хотят уже в течение недели. Лес был погружен, лес прошел экспертизу. Почему вагоны с древесиной не выпускают за границу, на таможне нам объяснить отказались. А вот собственники груза говорят, таможенники ссылаются на распоряжение главы обладминистрации. Геннадий Маскаль установил нормы для экспорта древесины через закарпатские таможни. Губернатор считает, что дрова на экспорт должны и выглядеть как дрова. Колода распилена на части и не больше метра. К примеру, такие стандарты действуют в Украине для продажи леса населению. В Украине для населения все регламентовано. Вот почему-то, что касается закордон, обмежений никогда ни в чем не имеет. Как отличить простому гражданину палевную деревню от деревни в якости колод, которая пригодна для глубокой переробки. Ни как не можно, это только фаховцы. Кому не подобается, есть президент Украины, который может отменить мои распоряжения, и есть окружный административный суд. Губернатор установил нормы не только для закарпатской таможни, но и запретил вообще экспортировать древесину закарпатским лесхозам. То есть все, что срублено в области, можно продать только в Украине. Но что касается громкого скандала, когда активисты задержали 22 вагона с лесом, лесники оценили древесину. В партии нашли 8 колод высокого качества. Для сравнения, в каждый из вагонов помещается более 50 колод. Правоохранители пока не комментируют ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту контрабанды древесины. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Вывоз леса из Украины в ближайшее время может и вовсе стать массовым. Чиновники из Минэкономики задумались над отменой моратории на экспорт необработанной древесины. Пугают траншами от ЕС. Мол, не сделаем, денег не получим. Зачем в Европе требуют увеличить вырубку украинских лесов на экспорт? Разбиралась Елена Митясова. Пойти на поводу финансовых партнеров или все же начать играть по собственным правилам? Варианта два, но в Минэкономики перетачили первый. На кону, говорят в ведомстве, второй и третий транш от ЕС. Это чуть более миллиарда евро. И чтобы эти деньги получить, Украина должна отменить запрет на вывоз за границу необработанного леса кругляка. Его парламентарии вели весной прошлого года на 10 лет. Такая прямая защита вызывает значение в наших европейских партнеров. Поэтому на сегодня урядом уже было подано до Верховной Рады законопроект, который предпочитал снижение защиты на экспорт леса кругляка и предлагал другой вариант продажи леса. При этом Минэкономики не объясняют, как дальше планируют продавать лес. Но если сейчас, говорят эксперты, не отстоять свои интересы у Евросоюза, об оптимистических прогнозах и росте экономики можно навсегда забыть. Киев потеряет в разы больше, чем получит помощи. Наши партнеры из Европейского Союза, которые построили фабрики на кордоне с Украиной, получают из Украины очень дешево, необработанную деревню. И там вырубляют качественные товары с доданной ценностью и продают назад нам. Но уже в 10 раз дороже. И поэтому лучше нам это делать самим. И тут уже просто есть конфликт интересов. И нужно уметь защищать свои интересы. Если мы хотим жить, как в Евросоюзе, нужно экспортировать продукты с доданной ценностью. В пример эксперты ставят ситуацию с семечками подсолнуха, когда Украина экспортировала их в ЕС, а потом на поставки ввели мораторий. Катастрофы не случилось, наоборот. Открылись заводы по производству подсолнечного масла, появились рабочие места. И сейчас мы лидеры по экспорту масла в Европе. Так же будет и с лесом уверены экономисты. А тем временем Минэкономики и Минагрополитики замахнулись на масштабную реформу, как правильно управлять огромнейшим госресурсом. Пока все на стадии переговоров. Но чиновники из Минэкономики уже намерены продавать дремесину украинскую через аукционы. Елена Митясова, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. На взятки в 2000 долларов попался мэр Гайвора на райцентра в Кировоградской области. На последних выборах там победил кандидат от Батькивщины Роман Валуйко. 5000 долларов он требовал у местного предпринимателя. Взамен обещал выделить землю. Задержали Валуйко прямо во время получения аванса. И еще один чиновник, чтобы избавиться от доказательств, попытался съесть взятку. Начальника одного из районных секторов миграционной службы Хмельницкой области поймали во время получения денег. Сумма была небольшая. Чуть более полутора тысяч гривен за быстрое оформление загранпаспорта. Министры дают добро. В ближайшее время нас ждет реформирование пенитационарной службы и приватизация Одесского припортового завода. Сколько планируют выручить за скандальное госпредприятие и какое светлое будущее обещают украинским тюрьмам и СИЗО? На заседание Кабмина сегодня побывала Ирина Романова. Минутой молчания в память о депортированных 72 года назад крымских татарах начинается сегодня с заседания правительства. И сразу же к делу. Услышав о краже столичной библиотеки Вернадского, древнейшей украинской книги апостола, премьер поручает своему заму Павлу Розенко и министру культуры Евгению Нищуку немедленно проверить имеющиеся фонды. Это не первый случай, когда из наших специальных фондов возникают редкость и уникальные творения. Настал тот час, когда мы очень жестко должны проинтересовать все то, что должны, повернуть такие специальные фонды. Далее негодуют министры юстиции. В некоторых регионах, мол, судьи слишком уже распоясались. Блокируют проведение конкурсов на должности директоров госпредприятий. И таких случаев уже около десятка. Укрспирт, Укрпочта, Укрзалезница, Центрэнерго. Судья Ищук в своей ухвале от 8 квотня 2016 года так же заброняет проводить государственную регистрацию руководителей, оброняет кандидатов на посаду главы управления. Фактически судья в своей ухвале переймает на себя функции Кабинета министра Украины. На все эти решения уже поданы апелляции, говорит Петренко, и предлагает премьеру обратиться жалоба еще и в высшую квалификационную комиссию судей. И высший совет юстиции. Гройсман обещает сделать это сегодня же. Что касается реформы судовой системы, то я думаю, что у всех есть полное понимание того, что она не только назрела, она уже перезрела раз пять. Министра юстиции за трибуны меняет его зам. Презентует концепцию реформы пенитенциарной службы. Это Наталья Севастьянова о Лукьяновском СИЗО. Объясняет, дело не в том, сколько зданию лет, как в санитарных условиях, в которых заключенные, некоторые по 10-12 лет, ждут приговора. Для нового СИЗО хотят найти частного инвестора. Саму пенитенциарную службу ликвидировать, а ее полномочия передать Минюсту. Коснется реформы сотни госпредприятий, на которых работают заключенные. 45 тысяч гектаров земли, это швейные фабрики, это карьеры. И все они сбыточные, не бывает фантастики. При том, что рабочая сила, фактически, безкоштовна. На реформу тюремной системы министры дали добро. Однако вопросы, почему только сейчас, спустя два года, как Петренко стал министром юстиции, взялись за реформирование, и какая судьба ждет упомянутая им 45 тысяч гектаров земли, остались без внимания. Далее Кабмин переходит к следующему пункту – приватизация Одесского припортового завода. Он производит 5-7% всего аммиака и карбамиды в Европе. Аудит международные эксперты провели, говорит глава фонда госимущества. Конкурсная комиссия с приватизацией визначила стартовую цену в сумме 13 миллиардов 175 миллионов гривен. Мы не будем допускать до участия в приватизации не только российской компании, то есть предприятия «Краина-агресор», но и те компании, которые находятся в офшорных зонах. Кажут, что в заборгованности этого предприятия есть там около 200 миллионов долларов перед паном Фирташем. И все это тоже может заблокировать предприятие, реализацию этого предприятия. Действительно, порог существует. Господарского характера за поставленный газ с 2013-2014 года предприятиями Фирташа. Инвестор, который приедет на это предприятие, должен будет разбираться с поточной деятельностью, с господарской деятельностью, которая включает в себя в борьбу все отношения, в том числе за газ. На другой вопрос, не слишком ли низкой является стартовая цена, первый вице-премьер напомнил, такая же полмиллиарда долларов была и в 2009-м, когда ОПЗ впервые выставляли на продажу. В конце концов и цену, и условия министры одобрили, а аукцион решили провести до конца июня. Ирина Романова, Игорь Сулий, подробности, телеканал Интер. В отличие от правительства, парламент продуктивностью похвастаться сегодня не может. Говорили под куполом много, голосовали мало. На чем сегодня пробуксовывала Верховная Рада и кого нардепы винят в нехватке голосов? Все подробности у нашего корреспондента Екатерины Лысенко. Утро в полупустом парламентском зале начинают с крымского вопроса и обращения по случаю дня памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Российская оккупация Крыма снова повернула крымско-татарское население в часы жестоких утисков и переследований. Сбудуем наше спільное счастливое майбутнє. Крым – это Украина. Далее переходит к повестке дня, хотя она на одну страничку, что уже привычно для заседания по средам. Все, чем могут похвастаться депутаты, так это принятие в первом чтении законопроекта о благотворительных СМС. Голосовали за законы те фракции, которые когда-то были в коалиции. Без их поддержки документ не прошел бы. И тем временем все те же маленькие фракции потребовали перерыв еще раз обсудить создание Временной следственной комиссии. Прошли один кризис с Кабмином. Сегодня мы должны обязательно создать новый конфликт. Этот конфликт будет называться у нас офшорный. Офшор-гейт или как его там в Украине называют. Но в данном случае, мне кажется, на сегодняшний день это, опять же, выведенного яйца не стоит. Поэтому для меня принципиально важно. Вопрос один – политическая коррупция. Хочу знать, за какие деньги содержатся партии, за какие деньги руководители партии летают, содержат штаты своих партийных структур. Эту комиссию никто абсолютно не хочет створить. Это вопрос, я червяную тряпку для окремого пола оси, которые тут очень впливают в владе и, в частности, в парламенте. Просто не хочу. Ну, почему нам такая комиссия? Это будет ай-яй-яй нам и так далее. Перерыв не дал результатов. Ничего не создали и даже не анонсировали создание хоть какой-то комиссии. Вернувшись в зал, нардепы попытались принимать законы, но табло в пустой раде снова показало провальное голосование. В зале нет голосов с таким подходом. Мы не сможем принимать решение. Это неприятный подход к работе в Верховной Раде Украины. Это проблема двух больших фракций, которые говорят, что у них и коалиция, хотя у них нет ни фактической, ни юридической коалиции. Все, что они могут набрать за законы, на этом неделе было, это максимум 150-160 голосов на двух фракций. Трибуна блокируется, все повернуется. Вы знаете, почему она не встречает голосов? Потому что коалиция не дает своих голосов. Я вас прошу, не слушайте их, вырахуйте голосы. Раптом БПП дает 120 голосов, чи 110, а раптом дает 68. По факту, досрочное закрытие заседания, что уже входит в привычку. На прошлой неделе, к слову, парламент раньше закрывали дважды по той же причине отсутствия нардепов. В кулуарах, которую неделю говорят об изменении регламента и все думают, как наказывать прогульщикам на все обсуждения, пока на стадии обсуждений. Екатерина Лысенко, Ольга Ратир, Владимир Самченко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Дать честную и правовую оценку закона о люстрации призывают Конституционный суд депутаты-оппозиционеры. Почти полсотни нардепов еще в феврале прошлого года передали в суд представление с просьбой признать неконституционными отдельные нормы закона, которые ограничивают права граждан. Суд должен был вынести решение в течение трех месяцев, но до сих пор молчит. Депутат Юрий Мирошниченко также напомнил, что украинские международные эксперты и Венецианская комиссия неоднократно высказывались о сомнительности некоторых норм закона об очищении власти. Мы все прекрасно понимаем, какой тиск сегодня действует на Конституционный суд и каким образом сегодня суды Конституционного суду, перебивающие под этим тиском, не могут оприлюднить фактически то решение. Если не будет скасовано неконституционные нормы закона про люстрацию, это будет последствием того, что десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч людей будут обратиться к Европейскому суду с права человека и будут выигрывать эти дела и будут таким образом давать не только негативный сигнал в световой спільноте, но и будет задано суттевых взбитков для бюджета Украины. Таможенный комитет парламента не смог отправить в отставку главы государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя налоговой полиции Сергея Билана. Признать работу чиновников неудовлетворительной депутаты не захотели. Сам председатель ГФС Роман Насиров заявляет, что попытки его увольнения носят политическую окраску и обещает до конца года вывести из теневого сектора экономики более 25 миллиардов гривен. Манипуляции с декларацией депутат от фракции Народный фронт Андрей Иванчук указал в отчете о доходах за 2015 год автомобиль Тойота Секвоя. Как оказалось, машину он приобрел и поставил на учет еще в 2013-м. Это подтверждают данные публичной базы МВД. Но в декларациях за 2013-2014 годы нардеп предпочел ее не указывать. Подробности готовят свое расследование обвинений в адрес депутата о его причастности к коррупционным схемам на государственных предприятиях. Вашингтон не признает результаты выборов на Донбассе, если их проведут без соблюдения условий Минских соглашений. Об этом в Москве заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Она встретилась с помощником президента России Владиславом Сурковым. Нуланд подчеркнула, что несмотря на то, что Вашингтон не участвует в нормандском формате, американская сторона намерена активно работать по другим направлениям для разрешения ситуации на востоке Украины. Речь об укреплении безопасности в регионе и упрощении доступа миссии ОБСЕ в зону конфликта. Я напомню, в прошлый раз Сурков и Нуланд обсуждали ситуацию на Донбассе 15 января под Калининградом. Вчера мы очень подробно поговорили обо всех аспектах Минских соглашений. Как можем улучшить ситуацию с безопасностью, доступом ОБСЕ, продвинуться по политическим вопросам в рамках этих соглашений, включая подготовку к выборам на Донбассе. Одной из самых горячих точек в зоне АТО остается Авдеевская промзона. Последние несколько суток боевики активно используют запрещенные тяжелые минометы, артиллерию и бронетехнику. Наша съемочная группа сегодня побывала на территории так называемой промки. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Авдеевская промзона. Отсюда военные держат под огневым контролем Ясиноватскую транспортную развязку и блокируют переброску вооружения из Донецка в Горловку на этом направлении. С этой стороны выдержка сот моста. Боевики изо всех сил пытаются выбить армейцев из этих стратегических позиций. В некоторых частях промзоны передвигаться можно только перебежками. Перемещаясь по промзоне, иногда приходится вот так вот присаживаться, переждать, когда закончится стрельба, потому что есть открытые участки, которые простреливаются. Нам сейчас тоже сказали присесть и подождать. Нас ведут на одну из самых удаленных позиций. Военные шутят. Туда еще нога репортера не ступала. Наиболее ожесточенная штурма на территории Авдеевской промзоны происходит вот за эту позицию. Противник подходит на дистанцию до 10 метров и открывает шквальный огонь. Но выбить отсюда украинских военных не может. Вот этот вот забор перед нами. Они прямо сюда подходили. То есть фактически ближний бой был. Впрочем, несмотря на постоянные обстрелы, военные боевой дух не теряют. Периодически даже троллят противника. Ну, это мы включаем, что они получили гимн Украины. И чтобы они знали, что мы тут и звезды никуда не пойдем. Ну, Софию Рутару. Ну, они нам за это другие подарки присылают. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Анатолий Воробей. Подробности. Телеканал Интер. Донецкая область. Боевики заявляют, что освободят заложников только после амнистии. Об этом по итогам заседания в Минске сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, такой откровенный шантаж свидетельствует об отказе выполнять пункт Минских соглашений об освобождении всех незаконно удерживаемых лиц. Удар по имиджу в Киеве. Они обчистили съемную квартиру сотрудника ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции. В квартиру 50-летнего гражданина Германии, который руководит столичной группой наблюдателей ОБСЕ, грабители проникли, открыв дверь отмычкой. Похитили деньги, сумму в полиции не называют и все ценные гаджеты. По факту ограбления открыто уголовное производство. Об Украине сегодня вспоминали в Великобритании. Елизавета II говорила о нашей стране на открытии новой сессии парламента. Во время торжественной церемонии королева обозначила приоритеты для британского правительства на будущий год. Среди них реформы в законодательстве по усыновлению детей, сохранение окружающей среды, борьба с экстремизмом, а также усилия по урегулированию ситуации в Украине и Сирии. Наше правительство продолжит работу над разрешением конфликта в Украине, будет играть ведущую роль в кампании против ИГИЛ и поддерживать международные усилия, чтобы в Сирии воцарился мир. Мигрантский кризис с украинским колоритом. Наши соотечественники попали в руки полиции, пытаясь нелегально пересечь Ла-Манш. Схема передвижения у украинцев не такая сложная, как у мигрантов с Ближнего Востока, но свои мытарства они также оправдывают войной. Все подробности этой истории выясняла Оксана Кундеренко. Украинцы оказались в числе нелегальных мигрантов, которые пытались пробраться в Великобританию, одну из наиболее благополучных стран Евросоюза. Попались семеро. Собирались пересечь Ла-Манш, но до британских берегов добраться не успели. Их взяли во время погрузки на яхту во французском порту Сен-Ке-Порт-Рио. Полиция давно следила за бандой перевозчиков, которым украинские мигранты заплатили по 7 тысяч евро, предварительно получив туристические французские визы. Нелегалов депортировали они уже по дороге на родину. Вообще баснословные суммы, которые отчаянные путешественники платят контрабандистам, вызвали обеспокоенность у Интерпола. По подсчетам ведомства за год бандиты заработали 5 миллиардов в евровалюте. Этот грязный бизнес один из самых прибыльных и крышуется влиятельными авторитетами. Бороться с ними крайне сложно. Во время рейдов полиция арестовывает только исполнителей. Это лишь верхушка айсберга. Да и мигранты такими перевозчиками зачастую недовольны. Обещаний эти не выполняют. Вот свежий пример. Пожар в центре для беженцев на итальянской Лампедузе. Устроили его сами переселенцы. Подожгли несколько матрасов. Люди недовольны тем, что им приходится оставаться в сравнительно бедной Италии, регистрироваться и получать убежище именно здесь, а не в Германии или, скажем, Англии, куда в поисках лучшей жизни стремится большинство. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Сенат США принял закон, который разрешает американским гражданам, пострадавшим во время терактов 11 сентября 2001 года, подавать иски против Саудовской Аравии. Насколько жизнеспособна эта новая инициатива, расскажет наш САПКОРП США Тихон Зитко. Для вступления этого закона в силу необходимо, чтобы его теперь, после Верхней Палаты Конгресса, одобрила Нижняя Палата Представителей и подписал президент. Но уже сейчас ситуацию можно назвать скандальной. Прежде всего, как связаны 11 сентября и Саудовская Аравия. 15 из 19 террористов, устроивших в 2001 году атаку на США, были гражданами этой страны. Специальная комиссия Конгресса пришла к заключению, что доказательств связи правительства Саудовской Аравии с террактами нет. Однако 28 страниц из доклада засекречены. Родственники жертв терактов и некоторые конгрессмены считают, что они содержат информацию о связи некоторых саудовских чиновников с террористами. В Конгрессе настаивают на рассекречивании этих 28 страниц и написали законопроект, который позволит родственникам жертв добиваться компенсации от Саудовской Аравии. В Белом доме против. Там заявили, если вслед за Сенатом документ примет Палата представителей, Белый дом наложит на него вето. Этот закон может полностью изменить существовавший годами принцип международного права и поставить под удар Соединенные Штаты, сделать их уязвимыми в судах по всему миру. Впрочем, по мнению наблюдателей, дело не только в этом. Власти Саудовской Аравии уже выразили недовольство обсуждаемым законопроектом и пригрозили. В случае его принятия РИАД начнет распродавать принадлежащие ему американские активы, стоимость которых оценивается в 750 миллиардов долларов. Кроме того, на днях было объявлено, что долг США перед Саудовской Аравией составляет почти 120 миллиардов. Ну и, наконец, саудиты одни из главных союзников США на Ближнем Востоке. И с ними Вашингтон ссориться совсем не хочет. Тихон Зитко, Юрий Романюк. Подробности Американское бюро Телеканала Интер. Режим полной тишины. Аккупационные власти Крыма запретили проведение массовых мероприятий, приуроченных к годовщине депортации крымских татар. Тем не менее, в мечетях на полуострове прошли поминальные молебны, намазы. С самого раннего утра люди несли к памятным знаком цветы. В Бахчисарае сотни крымских татар с флагами собрались на железнодорожном вокзале у мемориальной доски, установленной в память о депортированных. К акции присоединились и водители автомобилей. На несколько минут движение на автодорогах замерло. Вокзал стал местом сбора и в Симферополе. Там в сквере установлена стелла в память о тысячах семей, которых 72 года назад эшелонами отправляли в Казахстан, Узбекистан и за Урал. Мне было всего два месяца, когда вычили. Моя мама с тремя детьми и с бабушкой вывезли в Узбекистан. Я с трупом спрашивала, как она вас выкормила, как она нас всех выкормила. Она сказала, что она кормила всех одной грудью. Моя мама была врач, мой папа был кадром военной, но в такое положение попали, что никто никаких заслуг не считал. Европарламент призывает Россию защитить права крымских татар. В ЕС выражают озабоченность арестами и жесткими ограничениями прав коренного населения. Об этом заявила глава подкомитета Европарламента по правам человека Елена Валенциана. Она призвала власти России придерживаться правил международного гуманитарного права и Европейской конвенции по правам человека. Масштабный митинг крымско-татарские активисты все же провели на материке, на границе с оккупированной территорией, рядом с пунктом пропуска Чингар. Весь день за событиями там следил наш Сапкор Кирилл Ющишин. Он сейчас с нами на прямой связи. Кирилл, расскажи подробнее, как все прошло. Добрый вечер, Наталья. Крымские татары сегодня с самого утра вдоль всей границы Крыма, буквально в каждом поселке, собирались на площадях и у мечетей. Их день начался с молитвы. Потом ровно в 12 была общая минута молчания и всеукраинский сигнал тревоги. В Генический, например, на митинг собрались свидетели депортации, люди, которые пережили и видели все своими глазами. Рассказывают, что их в мае 1944 года согнали на ЖД вокзал, потом посадили в товарные поезда и отправили в Среднюю Азию. Дорога заняла больше 20 суток. И в этой ужасной дороге без воды и еды почти половина из них погибла. Именно этих людей сегодня почти минутами молчания и вспоминали о них, как о героях своего народа. Также крымские татары организовали автопробег вдоль всей границы с полуостровом и приехали в Чангар на пункт пропуска. Там вошли пешком в нейтральную полосу и подошли вплотную к крымской границе, к российскому блокпосту. И там в мегафон напомнили, что Крым – это Украина. После этого вывесили два больших флага – украинский и крымско-татарский – на вышке связи. Это самая высокая и самая близкая точка, которая сейчас доступна украинцам со стороны Украины, со стороны материка к родине крымских татар, к самому Крыму. Наталья. Спасибо, Кирилл. Кирилл Ющишин о митингах крымских татар, посвященных годовщине депортации. Украина, хоть и с опозданием, но осознала необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар. Об этом Петр Порошенко заявил на вечере реквиями, посвященным жертвам геноцида крымско-татарского народа. По мнению президента, украинский парламент обязан внести изменения и дополнения в 10-й раздел Конституции Украины об автономной республике Крым. Изменения эти должны касаться неотъемлемого права крымских татар на самоопределение в составе суверенного и независимого украинского государства. Президент также отметил, что будет обсуждать этот вопрос уже в понедельник на Всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле. Крым был, есть и будет оставаться неотъемлемой частью Украины, а страну-злодие будет преимущественно вернуть в крадене. Именно так станет. Украина, мир не должны допустить, чтобы трагедия крымско-татарского народа повторилась снова. Это общая позиция не только Украины, но и проведенных стран Европы и Америки. В эти минуты на столичном Майдане проходит митинг-реквием в память о жертвах геноцида крымско-татарского народа. С нами на связи моя коллега Татьяна Авинникова. Она находится на Майдане. Таня, расскажи, что там сейчас происходит, насколько много людей уже собралось? Да, Наталья, я сейчас действительно на Майдане на залежности. Именно здесь, в самом сердце Украины, в 7 вечера начался митинг в память о жертвах депортации крымско-татарского народа. Несмотря на погоду, а в Киеве то и дело идет дождь, люди продолжают приходить на митинг. Они зажигают свечи, выкладывают из них фразу «нет геноциду», молятся, встречают друзей, знакомых и говорят. О том, какие потери они понесли в своих семьях и о том, как вот такая насильственная депортация изменила судьбу целого народа. Дедушка с бабушкой тоже были высланы, были депортированы. Ну и каждый год мы чтим это, собираемся, читаем молитву. Это просто дань уважения нашим бабушкам, дедушкам и нашей истории в первую очередь. Я застала только одну бабушку и одного дедушку, и они не рассказывали мне, пока я не повзрослела. Никогда не рассказывали, потому что им самим это было больно очень вспоминать. Почтить память жертв геноцида приходят не только крымские татары, но и люди совершенно разных национальностей. Много здесь и вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей. И вот все они говорят одно и то же, о том, что боль у всех одна и чужой памяти не бывает. Крымские татары это украинский народ. Я их считаю украинцами. Поэтому мы должны поддерживать. Потому что крымский татарский народ, народ, который заслуживает уважения. На самом деле является большим днем трагедии не только в истории крымско-татарского народа, но и в истории Украины в том числе. Поэтому важно для каждого человека, наверное, выразить то, что он чувствует. Здесь на митинге очень ждут появления Джамалы. После ее победы в конкурсе Евровидения с песней 1944 здесь на траурном митинге особое настроение единения. И вот знаете еще что? Здесь многие улыбаются сквозь слезы. Потому что понимают, какие бы потери ни перенесли, ни надломились духовно. И люди продолжают приходить на Майдан. Наталья? Спасибо Тане, Татьяна Авидникова о митинге-реквиме, который прямо в эти минуты проходит в центре Киева. Нет денег, нет Евровидения 2017. Министр финансов Александр Данилюк допускает, что Украина не найдет средства на проведение песенного конкурса. И нам придется передать это право другой стране. Об этом он написал на своей колонке на сайте издания «Экономическая правда». По словам министра, 30-40 тысяч туристов, которые приедут в Украину, не смогут компенсировать затраты на подготовку. В 2005 году у Украины мероприятие обошлось в 11 миллионов долларов. Экономная Швеция в этом году потратила в 4 раза больше. Данилюк добавил, что если Украина все же решит принимать европейских певцов, то следует понять, цитирую, почему мы это делаем и какая польза от этого для государства. Арестован за измену родине. Шевченковский райсуд столицы взял под арест на 3 месяца со владельца одного из крупнейших холдингов по сбору и переработке металлолома КВВ Групп и акционера Коммерческого индустриального банка, также Евгения Казмина. Об аресте ходатайствовала СБУ, которая задержала его еще 28 апреля. Казмин подозревается в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины. Под его управлением в оккупированном Крыму строится жилье, часть которого бесплатно выделяют сотрудникам ФСБ и МВД России. В СБУ считают, что подозреваемый может скрыться от следствия. Казмин же утверждает, что бежать не собирается и не в ответе за директоров предприятий, которые вынуждены работают в Крыму. В Одессе бастуют инвалиды-переселенцы с Донбасса. Поскольку чиновники разбираться с их проблемами на месте не торопятся, люди приехали к ним сами. Более того, остались ночевать прямо в обл. администрации. Чего требует, узнаем у Андрея Анастасова. Начиналась все как обычная акция протеста, а закончилась ночевкой в общественной приемной обл. администрации. Инвалиды, многодетные матери, одинокие пенсионеры, все переселенцы из зоны АТО. Последней каплей, говорят, стало отключение электроэнергии в санатории, куда их два года назад поселило государство. Нам уже надоело, что нас дергают все время за веревочки. И каждый раз люди вынуждены решать эти проблемы. Вот этот санаторий, куяльник. За проживание переселенцев государство задолжало учреждение уже свыше 70 миллионов гривен. Долг не отдают, поэтому и свет отключили. Переселенка Юлия Мальцева, здесь она вместе с мужем-колясочником, рассказывает, как пережила блэкаут. Этот кричит, в туалет хочет. В кути, он плохо разговаривает, в кути свет. Как я тебя в свет включу, света нету. Мне кажется, мы уже тут до такой степени всем достали. Я бы с радостью поехала. Ну куда? Дом мой разбит. Там живут ленеровцы. Куда мне его везти? Электричество уже включили, но это происшествие всколыхнуло ворох других проблем. Например, инвалиды третьей группы теперь, а с 1 июня и все остальные должны будут оплачивать проживание самостоятельно. Таково требование санатория. Под эту категорию попадает и Николай Перетятько. А мне третий группа. По жизни отдали ему третий рабочий. В месяц это полторы тысячи гривен. В то время как от государства парень получает две тысячи. То есть на питание, лекарства у Николая останется всего 500 гривен. Выход есть, говорит. Об устройство для переселенцев социального жилья. Тогда и трат таких не будет. Вот модульные городки в других областях строят. Может общежитие какое-то. Ездишь, общежитие куча. Просто что государство не хочет отдавать эти разбитые здания. Все эти требования и предложения переселенцы высказали чиновникам и отказались покидать помещение администрации. Пока договорились лишь об одном. В ближайшие 10 дней отключать электричество переселенцам не будут, а чиновники начнут искать деньги на погашение долгов и социальное жилье. Инвалиды ждут документальных подтверждений этим обещаниям. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Гейзер в центре Киева возле метро Лобецкая прорвала трубу с горячей водой. Напор был такой силы, что струя сорвала канализационный люк. Он улетел в сторону проезжающими маршрутки. В результате повреждены и маршрутка, и еще три автомобиля. Пассажиры не пострадали. Также горячей волной накрыла ближайшие киоски, автостоянку и людей на остановке. На месте прорыва образовалась яма диаметром в 7 метров. Это не первое подобное ЧП здесь. Два года назад, летом, практически на этом же месте провалился асфальт. Тогда также прорвала теплосеть. Минобороны подаст в суд на волонтера, которого обвиняют в краже авторского права на камуфляж Варан. Образец новой армейской формы утверждают в ведомстве. Еще в прошлом году прошел необходимые проверки. Был утвержден, и более 14 тысяч экземпляров даже успели закупить для украинских десантников. Напомню, вчера в интервью подробностям Константин Лесник все обвинения в свой адрес опроверг. По словам волонтера, у него авторский патент на другой Варан, который уже два года находится в коммерческой продаже. А образец, созданный для украинской армии под рабочим названием Варан ВСУ, другого цвета. И на этот камуфляж он якобы не претендует. Я начну участвовать на один Варан, одна расцветка. Как он называется, один Варан, якобы запатентован на господина Лесника. Было закуплено 14 600 костюмов Министерства обороны. До того, как стала ведома информация про патентование на Лесника, данной тканыны, зараз мы не закуповываем и проводим работу с Лесником, еще до повернения прав Министерства обороны. Медиаэксперты и нардепы требуют отменить результаты голосования по законопроекту о телерадиовещании. С какими нарушениями его приняли вчера, расскажет Оксана Григорьева. Я ставлю на голосование проект закону про внесение изменений до закону Украины про телебачение и радиомовление о визначении передач. Будьте, коллеги, голосуем. Коллеги, 6 голосов. Я прошу секретаря закликать депутатов в зал. За великого могли в зал. Можем голосовать. 229 за. Решение принято. Вітаю комитет, вітаю авторів, розробників. Так, с четвертой попытки и с грубыми нарушениями Верховная Рада ввела квоты на телеканалах. Депутаты проголосовали за изменения в законе о телерадиовещании в целом, без каких-либо обсуждений. Это вызвало бурю негодования среди представителей телеиндустрии. Ведь месяц назад этот законопроект уже выносили на голосование в Верховной Раде. И провалили. Тогда против выступило большинство украинских телеканалов. Но вот его вынесли на голосование снова, с нарушением всех норм регламента. Несогласные депутаты тут же подали постановление с требованием отменить результаты голосования. 229 набрали голосов. Путем нажимания кнопок играет, так сказать, на пианино. Требуем, чтобы спикер не подписывал принятый законопроект, а вынес эту постанову. И мы хотим, чтобы все-таки зал вернулся к рассмотрению этого законопроекта. Добьются того, что убьют национальные телекомпании. Куда уйдет население? Оно не перестанет смотреть телевизор. Оно уйдет на спутник. Согласно закону о квотировании контента в теле- и радиоэфирах, не менее 70% вещания должны составлять передачи европроизводства, в том числе Украины, США и Канады. Продукция таких стран Евросоюза, как Нидерланды, Бельгия, Швеция, Ирландия, оказались вне закона. Законопроект также дискриминирует продукцию производства, например, Индии, Турции, Китая, стран Латинской Америки. Чи швидко зміниться спільний продакшн українсько-російський на спільний продакшн український, наприклад, і чешський, і польський, і так далі, це велике питання. Держава має якось теж допомагати кіно- і телевиробництву розвиватися. Не можна стимулювати щось виключно обмеженнями. Щодо США і Канады, я думаю, що це скоріше пов'язано з якимись міждержавними речами. По мнению експертов медіаринка, таку інформаціонну політику нельзя назвати даліновидной. Тяжело комментирувати просто глупість. Що кисається цього закона, то глупість головне в тому, що, виходить, що він лоббирує інтереси европейських, не українських, а европейських, американських і канадських производителів. Данний законопроект лише популястичним можна назвати проєвропейським. Нібито він направлений на обмеження російського контента. Разом з тим він фактично позбавляє українського глядача багатьох якісних програм. Веде до знищення українського телебачення, обмеження українського глядача. Ограничення, запреты і при этом никаких стимулов для розвития собственного производства. Українські киношники подготовили ряд законопроектов для стимулировання отечественной киноиндустрии. Але ні один із них до сих пор не принят. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробності, телеканал «Интер». Кого в Канах освистали, а кого приняли аплодисментами? Какое кино сейчас в моді? Почему мэтры против 3D? І які тайны семьи Клинтон раскрылись на Лазурному берегу? Мой колега Дмитрий Ановченко знає все ответы. Дима, так чем запомнится сегодняшний фестивальный день? Да, Наташ, но в Канах действительно так бывает, что какой-либо из фестивальных дней запоминается исключительно благодаря скандалу. Или благодаря какому-нибудь наряду, который появляется на красной дорожке. Его обсуждают и пресса, и участники. Но все-таки кинофестиваль вот сегодняшний день запомнится исключительно благодаря кино. Ну, благо, ленты были представлены абсолютно разные. Такой себе рекорд разнообразия. Судите сами. Просто в эти минуты на красной дорожке публика собирается на конкурсный показ неизвестной девушки. Нового фильма «Братьев Дарденов». Каждая картина которых в Канах хоть что-то, но выигрывает. Не зря еще до начала фестиваля критики включили эту картину в пятерку самых ожидаемых лент. Понятно, что ее примут на ура. В то же время публика тут капризная. Персональный покупатель. Конкурсный фильм, где снялась звезда сумерков Кристин Стюарт, с треском провалился. Вроде бы и актриса известная. На красной дорожке папарацци просто с ума сходили. И режиссер француз, и сценарий неплох. Тут так принято, если фильм не нравится, зрители или демонстративно выходят из зала, или все-таки дожидаются финала, но практически, когда уже появляются титры, встают, большой палец вниз и громко кричат «Бу!». И этого каннские кинорежиссеры боятся больше всего. Чтобы избежать вот такого осуждения публики, оргкомитет и решил нарушить очень многие традиции. И представить разные фильмы здесь сегодня, и ленты о политике, и даже 3D. При прошлом президенте фестиваля такие ленты были табу. Мол, кино – это только то, что смотрят на большом экране, и никак иначе. Сейчас новая команда сделала исключение, но кинометры такое решение раскритиковали. Такая технология может отвлечь зрителя от сюжетной линии, продуманной авторами фильма. Позволит рассматривать, что хочешь. Надеюсь, это не рассеет внимание зрителя окончательно. Еще одно каннское табу, которое сейчас нарушили – на политику. Тут всегда старались от нее дистанцироваться. Но в этот раз в рамках фестиваля показ документалки, которая с первых же кадров вызвала скандал. Кэш Клинтонов – фильм по нашумевшей книге, которую сама Хиллари назвала «травлей». Речь в ней о том, что нынешний кандидат в президенты от демократов в бытность госсекретарем Соединенных Штатов якобы потакала иностранным фирмам и правительствам в обмен на то, что они платили астрономические гонорары ее мужу – Биллу Клинтону – за выступление. Так что в этом году тут помимо традиционного умного и интеллектуального кино, которым всегда славились Канны, есть и ленты на любой вкус. А вот приобретет фестиваль от этого или все-таки потеряет – пока вопрос. Наташа? Спасибо, Дима, Дмитрий Анопченко о Каннском фестивале сегодня. Подробности Юэ – это наш сайт, и информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова